Глава 14.141 Близко время его, и не замедля дни его. Ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. После семидесяти лет, назначенных Богом для плена народа иудейского, они возвратятся из Вавилона, и пришлец приложится к ним. И умножится дом Иакова, как никто тогда не будет понуждать, и никто не будет увозить их от земли Господней. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. Когда царь Кирь повелел народам собрать и с почетом везти в землю Израиля, и сыны Израиля разделили пришедших в земле Господней в качестве рабов и рабынь, то не только была вложена Богом в сердца врагов забота собирать и везти таковых, но весьма многие наплеменники, влекомые славой и благочестия, охотно решили быть рабами сынов Израилевых, подобно тому, как из Египта вместе с народом Господним вышла большая толпа иноплеменных. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Удивительно, бедствие называется покоем. Акила яснее показывает, каким образом ад перестал от дела своего в виде бедствия его царя Вавилонского. Огорчился, встретив его. Воспоменились гневом. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские говоря. С тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе. И ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподней незверженной гордыне твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Итак, смотри. Они подвиглись, смутились, и показали, что это наказание Божие, дело Божие, которого они даже и не ожидали. Оно было сверхчаяние. Некоторым это кажется сказанным относительно враждебных сил, потому что и Христос сказал, я видел сатану, как молнию спадшего с неба. Не отвергнем этого толкования. Возможно, иной смысл этого выражения. Тем не менее, примем это толкование, так как оно теперь полезно. Удивительно, что сатана, хотя был бестелесной силой, светил утром и был посылаем ко всем язычникам. Не спал с неба. Видишь ли, когда в нем возбуждается горделивая память, смотри, как это злейшее семя, посеянное в начале сатаной, произросло и выросло. Когда ты сравнишь бедствие относительно земной жизни, то Бог через пророка сообщает тебе такой закон. Если при стечении стольких вынудительных и обстоятельств, и многоразличных перемен Адам не мог обуздать дерзость, чтобы не превознестись в величии, и не считая достаточным для себя покоя и бессмертия, пожелал сравняться с Богом, то как не научили тебя насчет человеческой природы, преданной в руку сатаны? О царе Киевском говорится. Ты сказал, я Бог, а не человек. Иезекииль 28.9 О бессирийцах. Вселенную всю захвачу рукой моей, как гнездо, и возьму, как яйца их. Таково было предостережение, чтобы ты не переступал к положенной тебе меры. Ты непременно выйдешь из пределов, если тебя оставить свободным. И не совершишь ли тогда дел худших, чем прежние? Строители башни были исполнены гордости. Это же было и у язычников. В этих делах показан образ неравенства. А Бог всегда старается уничтожить страсть алчности, чтобы никто не желал и не хотел больше меры. Стих 16. Видящий тебя, всматривается в тебя, размышляет о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную взял в пустыне и разрушал города, и ее пленников своих не отпускал домой? Все цари народа, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. Что ты говоришь? Почему плачешь и обвиняешь? Ведь это плач, обличение злых, указание, что сам Бог обладает правом налагать наказание, тогда как царь Вавилонский не освободил бывших в плену. И видишь ли, что человеческая жестокость была причиной правды Божьей, которая обрушилась на него жестокой смертью. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветви, как одежда убитых, сраженных мечом, которых отпускает в каменные рвы. Ты как попираемый труп. Видишь ли, что это случилось не без основания, но по причине человеческой злобы, так как прежде говорится, что нам не должно считать наказание случайными. Он, царь Вавилонский, говорится, не только умер, но умрет смертью жестокою. Другие почили в чести, а ты в казни и мучениях. Не соединишься с ними в могиле, либо ты разорил землю твою и убил народ твой. Вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землей, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. С клятвой, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить осура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ермо его, и снимется бремя его, срамен их. Видишь ли, откуда происходит его наказание? Ты дал приказание, выше и ниже ты говоришь, я приведу царя Вавилонского, и никто не может успокоиться у него. А здесь, напротив, и скажешь другое правило. Семя злое! Почему же? Не ты или отдал ему власть над землей? Потом, да не восстанут наследники. Итак, по причине будущих событий они подвергаются наказанию, которого не заслужили. Грехами, говорит Отца твоего. А это как возможно? Так как они были бы жестокими относительно своих отцов. Потому они и вторгаются из среды живых, прежде чем совершат такие дела. Они ведь были охотниками до войн, и состязаниями, и людьми были воинственными. О ком говорится всеми злое? О Навуходоносоре. Это не может быть сказано. Так как от него царство принял сын его, а сам он умер в мире. Ведь может здесь указывается на Валтасара, который был убит вместе с сыновьями своими? Почему, говорится, земли мою погубил, и людей моих избил? Это сделал Навуходоносор, а не Валтасар. Может быть, говорится об астерийцах, которые были большим бременем для иудеев? Мы же скажем следующее. Тот, кто не пощадил священных сосудов, которые он осквернил вследствие беспорядочного пьянства, каким образом мог щадить прочее? Потому далее и говорит, что «сниму ермо». Отец же его, делавший столь великие дела, почитал Даниила, почему дал такое правило. Если кто скажет «хулуна Бога Сидраха Месаха и Абдинага», тот будет погублен, и дом его разорится. Так говорит Господь. Положу Вавилон пустым, а прочие говорят «наследие змей». Если вследствие грехов жителей земля производит из себя то, что служит им в погибель, то это бывает более тяжким злом, чем уступка города неприятелям. Он говорит или о вавилонянах, или о других подобных им. Вавилон подпал в власть ассириан. Потом вавилоняне не миди не овладели ассирией. Но здесь говорится «возбуждая на вас мидиан». Может быть, вавилоняне овладели царством ассирийским не войной, но законами власти, а их, наконец, погубили мидиане. Это «возбуждаю» считай сказанным о вавилонянах, а не об ассирийцах. В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово «Не радуйся, земля филистинская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». «Видение через земля». Сима и Фаидеатезион переводят «придермом, сокрушающим вас жезл мучения». Прочие говорят «изведет фасилиск, убивающий одним взглядом». Из этого мы научаемся относительно изменчивости вещей, совершающихся не по человеческой, а по Божьей воле. «Видя царствующим, сурового князя, человеку-убийцу, жестокого, не молись, чтобы он был изъят из среды живых, но примирись с Богом, который может укротить его жестокость». Он может возбудить, если же не примириться с Богом, других, более жестоких князей. Итак, будем прибегать не к людям, а к небесной власти, от которой поставляется власть князей. «Как устремление воды, так сердце царя в руке Божией, и куда хочет обратиться, туда и направляет». Притча 21.1 Итак, не бойся сердца князя, но бойся держащего это сердце в руке. Где Бог благоволит, там и в огне обретается роса. А когда Бог поборает, тогда и в удовольствие является сражение и спор. Не были ли потреблены огнем вавилоняне, стоявшее вне печи? Бог был их врагом. Не были ли три отрока вверженных печень, горящую, и огонь нисколько не повредил им? Бог был их другом. Тем, кому Бог не благоволит, не бывает ничего доброго. Напротив, кому Он благоволит, тем не бывает ничего злого. Итак, зачем ты совершаешь такое длинное путешествие, выдумываешь столько средств и усовершенствований, бегаешь туда и сюда, одного просишь, другому обещаешь тленную награду, ими делаешь посредниками, когда тебе нужно было сделать краткий путь, примириться с Богом. Если Бог тебе не благоволит, то все труды бесполезны. А если Он мило всего возрит на тебя, то даже враги станут друзьями. Животные пустыни, говорится, примирятся с тобою. Таким образом, вред Даниила мог устранить Бог, заградивший ненасытные уста львов, удержавший из жадной языки откровить, чтобы заградить уста злословящих и изменить их злые намерения в добрые помыслы, чтобы мы их не замышляли против святого. Он не завидовал венцу Его. Любовь пророка к Богу и любовь Бога к Нему не обнаружились и не восхвалились бы, если бы Бог не попустил пророку испытать труды и искушения. Бог любит праведников и желает показать их всем. Так поступают друзья относительно любимых ими лиц. Они не желают скрывать своей любви, но желают иметь многочисленных свидетелей святой и искренней любви. Бог же, хотя не нуждается ни в чем, украшает себя любовью святых, подобно человеку, украшающему себя украшениями, и желает всем сделать явную любовь свою, любовь к себе. Послушай, как Бог любил Иова, хотя этого никто не знал. Что же он делает? Объявляет о своей любви сатане, чтобы из этой любви показать похвалу Иова. Итак, смотри, как он похваляет его. «Видел ли ты, раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле?» Это слова любви, и они не таковы, как наши. Мы хвалим по листью, а он не так. Бог не только говорит, «Я желаю показать вам похвалу Его, так как люблю Его», но призывает весь мир на зрелище, оставляет борца в битве одного, а сам отступает, чтобы кто-либо не сказал, что вся победа принадлежит ему одному. Бог стоял вдали, внимательно наблюдал за борьбой борца, хотя у борцов присутствует учитель, которого никому невозможно удерживать. Но Бог, чтобы победа была блистательной, не был таковым. Не учил Его способу борьбы, но оставил Его в борьбе одного и безоружного. «Ты, — говорит, — замыслил отнять Его благо, я же отдам в руку твое тело Его, а против Него ты ничего не возможишь». Бог всем желает показать, как Он любил Его и открывает Свою любовь к нам, будучи сам свободен от всякой злой страсти. Мы во всем ищем славы, желая для хвастовства показать те доблести, какими мы одарены. Он же не так. Но чтобы сделать нас кроткими и честными, страница 145, том 6, как иной друг, чтобы показать свою любовь к возлюбленному, рисует его телесный образ. Глаза, нос, щеки. Так желает показать свою величайшую любовь Бог. Потому Он от печи отливает в душах прекраснейший образ и доставляет свидетельство, что ничто не сравнится с Его красотою. Сперва об Его и засвидетельствовано, что в то время Он один был приятен Богу. А потом перечисляется в отдельности Его добродетели, человек праведный, истинный, боголюбив, удаляющийся от всякого зла. Откуда это я стоит? Говорит сатана. Я сделаю то, что ты испытаешь Его. Как если бы кто-либо сказал, красота является от белил, румян и лазури. Позволь мне отнять украшение, чтобы тебе видеть, как безобразное лицо, которое ты любишь. А тот уверенно сказал бы, иди и мой как угодно, и оно яйца еще красивее. Так же говорит и Бог. Иди, испытывай, и ты увидишь, что он окажется еще светлее. Он благосклонно говорит своему возлюбленному, как бы так, не думай, что я оставил тебя. Я не отнял любви и попечения. Напротив, ради любви сделал все, чтобы всем показать свою любовь к тебе. Смотри так же, что сказал Иов. Господь дал, Господь и взял. Не жили доброе будем принимать от руки Господа, злое не будем. Не желая, чтобы кто-либо злословил его возлюбленного, а иной мог сказать, в такие бедствия он предал тебя. Иов, своей любовью, устраняет проклятие. Да будет, говорит имя Господне благословенно. Люблю, говорит, и не могу я злословить его. Хотя в другом месте говорится, укоризна отнимает любовь. Однако в данном случае не говорится об этом. Но таковые обстоятельства кажутся безвредными. Не только были укоризны, но и тяжкие мучения. И они никоим образом не могли повредить ему. Хотя он и говорил жаром. Но не по причине укоризны, а мольбы. Мучительная же мольба была следствием полученной скорби. Тяжкие следующие слова его. Не учимся нечестижевым быть. А что положил прикословным тебя? Иов 7.10.2. Он сильно был опечален тем, что стоявшие при нем, его ближние тогда готовы были думать, будто он не любит Бога, и Бог не любит его. Я, говорит, знаю, и ты, Господи, знаешь. Но кто их убедит? Настолько они считали его оставленным Богом. Подобным же образом Бог говорил Моисею. Оставь меня. Милостью будь, пословеси твоему. Число 14.20. А сестре его говорил, ни с кем я не говорил так, как с Моисеем. Тот щадил, но Бог не отпускал греха. Пословеси твоему, говорит, милостью, а не ради их. Смотри так же, во время Авраама. Выйди из земли твоей и от родства твоего. И разве утаю я от Авраама раба моего, что хочу сделать? Но возвратимся к начатому. Не радуйся, земля филистинская, что сокрушен жезл, который поражал тебя. Ибо из корня змина выйдет Аспид, и плодом его будет летучий дракон. Езекия, говорит пророк, будет для вас нестерпим. Но почему он не сказал, Бог вас накажет? Потому что имя Аспидов повергало их в больший страх. Говоря Аспид, пророк показывает не злобу Езекии, но нечто более тяжкое и обременительное для них. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности. А твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Видишь ли, как они не веровали тому, что происходит и что имеет произойти от Господа. Нечто подобное же случилось во время пришествия Христова. Он пасет убогих, питает неимущих, богатые же не так, но остаются жадными. Бедных пасет Бог, как он и говорит, я и спастер добрый. Добрый пастор не в том смысле, что опытен в богатом столе, но что ведет овец к ясному и чистому источнику. Не видишь ли ты овец, который не желает тонких смезей, но щиплет простую пищу? Точно так же Бог будет питать тебя. Не питал ли он когда-либо? Конечно, питал, но только рыбами и хлебами, так как это было ежедневно пищей граждан. Некогда он так же напитал мясом, но это принесло вред, а не пользу едущим. Нищие же человеки в мире почиют, показывается покой смерти. Другие же переводчики говорят, да сидят в мире, потому что не будет у них ни голосов, ни плача, ни воплей, ни иного чего-либо подобного, но они будут в мире, не будут приходить смущения, и не будут противоборствовать, хотя бы даже подвергались смерти и отстекновению головы. В мире почиют, так как иной из них будет умирать ради Бога, и он почиит в мире с честью. Драгоценно такая смерть праведников. Смерть будет драгоценной не от того, что иной умрет в своем доме на ложе или среди семейных, но от того, что мы будем умирать храбро и мужественно за истину. Что такая смерть драгоценна, об этом свидетельствует вся Вселенная, 147. Хотя знаменита кончина царей и вождей, и она иногда почитается их семейными, однако она не похожа на кончину тех рыбаков, которые умерли не по естественному порядку, но с великой добродетелью и совершенной победой, и гробницей которых почитается во всем мире. Одному была отрублена голова, другому был четвертон, иной побит камнями. Тем более они почитаются, что почили такой смертью, так как умерли ради мира Вселенной. Подобно тому, как даже мало предприимчивые вожди в высшей степени почитаются после смерти, за те труды, какие они подъяли ради мирских дел и пали в сражение, так и апостолы, умершие за церкви и их мир, прияли венцы, и после смерти более и более почитаются. Если их царь смерть и смерть попрал, то, конечно, и вождям набежало подражать своему царю. Итак, не будем горевать о тех, кому была отсечена голова, и не будем ублажать тех, которые умирают в своем доме. Это не блаженство, а то не горе. Но блаженными должно считать тех, которые мужественно умирают за истину, и в гробницу несут как одежду хорошую жизнь, которая гораздо драгоценнее золотых одеяний. Иной оставляя умирающего за истину нагим и считая недостойным погребения, таким образом волей украшается его, нанося ему тяжкий позор за понесенный ради истины труд. Он делает его не жалким, но блаженным, так как таковую одежду не ест моль, не точит червь, не крадут воры, не истребляет время, не гноит земля. Она остается нетленной и украшает обличенного в нее более чем солнце, и корона из звезд украшает небо. Будем же желать такого рода смерти за благо общественное. Но почему? Не за нашу корысть и пользу. Это я говорю за тем, чтобы мы приготовляли себя самих к трудам, приходящим со дня на день, ради благочестия. И ныне, если желаем, мы умираем многократной смертью. Как может смертный человек умирать многократной смертью? Когда он смертен, то он умрет лишь однажды. А если он умирает часто, то ясно, что он бессмертен. Ведь умирает живой, а тот, кто умер, снова не умирает. Является новый вопрос. Он не есть смертный. Если бы он был смертным, то каким образом он умер бы снова? Он и не бессмертный. Если бы он был бессмертным, то каким образом, Павел говорит, ради тебя умрешляет на всякий день? И опять, истинно, истинно говорю вам, во все дни умираю. В этом похвала ваша, 1 Коринфян 15, 31. Он думал об унижении и вреде, а не о делании добродетели, так как однажды умереть положено всем людям. Почему и сказано, во все дни умираю. Сколько времени Бог дал для его жизни, столько Павел оставался, всегда умирая. Он не желал оставаться должником, но считал своим долгом умирать во все дни. Что же равно этому показываем мы? Смотри, кому дано покоится таким образом. Бедным, слабым, невелеречивым. Смерть их пророк называет покоем, потому что нет ничего подобного тому покою, когда иной беспорочный стремится на тот путь вне земного Отечества, как человек, близкий к смерти, дает правила и повеления относительно своего дома, жены и детей, и располагает все, как желает, хотя это его не касается больше, а потом думает ни о чем больше, как о смерти. Так тем более тот, кто собрал столько сокровищ, с которыми он уверенно может предстать к Богу. Душа его станет перед Богом после того, как священная смерть снимет тягость грехов. Легкий дух взойдет на небо и уверенно стремится к Богу, когда у него отнята будет злая совесть, не боясь какого-либо наказания и не страшась, что для него должны заключиться врата небесные, оставляя тело охотно, без битвы и борьбы, ненасильственно влекомый вожатаями и невнезапно уносимый, и ему не должно опасаться, вследствие какого-либо греха не сомневаться, вследствие зла. Весело и охотно он отдается им, как отрок, ищущий кормилицу, отца или матерь, отлично зная, что он призывается не для мучения и вечной смерти, но для царской почести и трапезы, уготованный всем добрым, и понимая, что то тело, которое он на некоторое время оставляет, он примет вновь с великой славой и честью. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться. И твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой, так что не найдется вновь корня. Велико спасение отъемлющее зло голодом. Рыдайте ворота, вой голосом город, распадешься ты, вся земля филистинская, ибо от севера дым идет и нет отсталого в полчищах их. Вот пророк обращает пророческую речь к иноплеменникам и предсказывает прежде о дыме, как дым предшествует огню, так неприятный вестник предшествует гневу. Смотри здесь на человека любви и бога, который не тотчас вспоминает огонь, но прежде поднимает дым, чтобы видящие его избегали огня. Смотри так же, как дым приходит издалека, но никто не заботится о себе. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище, бедные из народа его. Это значит, что они ничего не могут сказать и ответить как-либо, так как у них отняты все поводы защиты. Все будет происходить не по естественному порядку, но все вскудеют во зле, в похотях. Освободятся только жители Иерусалима. Какой ответ ты сможешь дать? Он основал Сион, и им спасутся смиренные народы, а не твоей доблестью. Видишь ли, кого пророк называет смиренными? Слабых, преданных своими близкими, чтобы объявилась помощь Божия.